МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике легализовано более 69 тысяч объектов недвижимости на полмиллиарда тенге. Общая сумма легализации – 870 миллиардов 940 миллионов. Всего на текущую дату поступило 79 тысяч 150 заявлений на легализацию, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов. Чтобы узаконить деньги и ценные бумаги, нужно обратиться в органы государственных доходов. При легализации неоформленной недвижимости следует обращаться в комиссии при Акиматах. Документы обрабатываются в течение месяца и выносятся решения. Затем данные вносятся в реестр и проводится регистрация собственности. С этого момента можно не бояться за свое имущество, которое сейчас, по сути, незаконно. В отечественном машиностроении вырос объем производства. На фоне общего спада в секторе Карагандинской области Алматы улучшили показатели. 11,6 миллиарда тенге обеспечили почти треть всего объема производства в машиностроительной области. Наибольшие объемы производства отмечены в Карагандинской области. Это 6,3 миллиарда тенге. В январе 2016 года по сравнению с прошлым годом рост составил 72%. Казахстан оказался в тройке крупнейших импортеров грузинского вина. С начала 2016 года Грузия увеличила экспорт вина на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и экспортировала за два месяца более 4,5 миллионов бутылок. Основным экспортным рынком по-прежнему остается Россия. Всего за два месяца этого года экспорт грузинского вина, бронди Чачи, виноматериалов, разливного бронди и спирта для бронди превысил 20 миллионов долларов. Грузовой автотранспортный поток из Турции через порт Актау в страны Центральной Азии и Казахстан увеличился. Только за два минувших месяца 2016 года через него проследовало более 1660 единиц автотранспорта, так как за весь 2015 год 1885. Данный маршрут привлекает внимание Международного транспортно-логистического общества, которое ищет новые логистические решения для транспортных сообщений между рынками Китая, Турции и стран южной части Европы. Кредитный портфель казахстанских банков продолжает расти. 25 казахстанских банков из 35 увеличили портфели работающих кредитов. При этом просроченная задолженность после небольшого роста в октябре-ноябре вновь вернулась на уровень ниже 1 триллиона тенге или 7,5% от портфеля. Наибольший рынок сделали два банка с иностранным участием. Российские производители молока опасаются подорожания продукции. С марта 2016 года нужно оформлять ветеринарные сопроводительные документы на каждую партию пакетированного молока. По мнению участников рынка, они были разработаны без проведения общественного обсуждения и утверждения с явными нарушениями процедуры оценки регулирующего воздействия. Для выпуска молока по новым требованиям нужно увеличить количество персонала на тысячи человек, переоснастить линии и изменить процессы производственного контроля и учета. А потому цена на молоко может вырасти на 10%. В апреле цены на бензин и дизельное топливо в Армении могут вырасти. По мнению экономиста, цены на бензин могут вырасти на порядка 20 драмов, но не более. В то же время экономисты считают, что основные нефтетрейдеры продают существующие у них резервы, чтобы в дальнейшем не действовать себе в ущерб. И они сразу отреагируют на рост цен в России. Нефтепродукты можно импортировать беспошлины в пределах квоты 300 тысяч тонн в год, что практически полностью покрывает потребности Армении. Экспорт медицинских услуг Беларуси увеличился на 200 тысяч долларов и составил более 10 миллионов. Внедрение в практику столичного здравоохранения новейших медицинских технологий сделало отрасль привлекательной для граждан других государств. В целом медицинскую помощь населению Минска оказывает 116 учреждений здравоохранения. Стационарное лечение получают около 420 тысяч пациентов, до 12% из них – жители других регионов республики, ближнего и дальнего зарубежья, что связано со стабильно высокой степенью доверия к столичному здравоохранению. Россия и Китай будут вместе поднимать сельское хозяйство. Уже немало китайских компаний инвестировали в сельское хозяйство России, особенно на Дальнем Востоке, и добились хороших результатов. Китайцы надеются увеличить экспорт сельхозпродукции в Россию и приветствуют российскую продукцию на своем рынке. Не менее важным является развитие сотрудничества в области технологий. Сельское хозяйство – это важное направление сотрудничества двух стран. Китайские биржи открылись в минусе. Индекс шанхайской фондовой биржи снизился почти на 2,7%. Шенженский потерял почти 3%. А вот основные американские фондовые индексы завершили торги последнего зимнего дня в красной зоне на фоне решения властей Китая сократить резервные требования к банкам. Товарооборот Китая в феврале снизился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 221 миллиард долларов. Экспорт Китая в феврале в годовом выражении сократился на 21%. США будут добиваться новых санкций против Ирана. Как отметил спикер Конгресса, очередное испытание Тегераном баллистической ракеты является нарушением международного права. Накануне стало известно, что вооруженные силы Ирана провели испытательный запуск баллистических ракет в рамках завершающегося этапа испытаний ракет собственного производства. Испытания не нарушают договоренности по иранской ядерной программе, однако нарушают резолюцию Совета безопасности ООН. Между тем, экспорт нефти из Ирана вырастет до 2 миллионов баррелей в сутки. В Европу уже прибыл первый танкер с иранской нефтью. В 2011 году Иран производил порядка 3,6 миллиона баррелей в день. В 2012 году, когда начал действовать запрет на экспорт, производство нефти резко упало до минимальных за 25 лет уровней. При шумной доступа к западным потребителям, Тегеран продавал небольшие объемы нефти компаниям из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции. Железная руда подорожала за день на 19%, до 63 долларов 79 центов за тонну. Это самый большой ценовой скачок с 2009 года. Цены взлетели после того, как Китай прогнозировал повышение роста на руду в верхнем сегменте рынка. На фоне рекордного роста цен, один из крупнейших в мире производителей руды бразильская компания подписала соглашение с Австралией. Эта сделка может позволить бразильской компании завладеть 15% шахт. Первое предприятие может начать работать в течение полугода и поставить порядка 100 миллионов тонн руды. Редактор субтитров А.Семкин